Сегодня теория множеств и очень интересные подробности с ней связаны. Для понимания того, что происходит в нашей науке, желательно вообще понимать, кто такое Георг Картер, как это вообще произошло, откуда взялась теория множеств, как она распространила свои щупорцы, ну и откуда взяли там всякие вещественные числа. Ну, сначала маленько подробностей. Теория множеств – это раздел математики, в котором изучают общие свойства множеств, совокупности элементов произвольной природы, обладающих каким-либо общим свойством. Создана во второй половине 19 века Георгом Кантером. Вот представьте, кто такой Георг Кантер? Это такой питерский мальчик, который подрос, научился играть на скрипке. Ему очень захотелось стать во главе немецкого высшего учебного заведения. Ну, такие амбиции. Все хорошо, планы такие нормальные. Даже не берем вот эту национальную пропасть, да, между тем, что Германия, да, и мальчик из какой семьи. Но есть желание, и он попер. Ну, надо было сочинить, ну, стать внезапно умным сочинить какие-то научные труды. С научными трудами получилась, ну, незадача такая. Он там опубликует научный труд, ему раздолбает, потому что на скрипке он играл хорошо, но мальчик был такой, ну, не очень мог сосредоточиться, не очень способный к наукам. И писал, ну, научно плане, да, такую садовую билиберду. Мы ее потом, примеры приведем наглядные по этому вопросу. Если бы, да, вот, прогуляться по Википедии, это все, в принципе, описано в Википедии все вот эти вот подробности великих прудов Кантера. Однако уже в конце, в девятнадцатом, начале двадцатого века теория столкнула со значительными сложностями в виде возникающих парадоксов. Поэтому изначальная форма теории известна как наивная теория множеств. В двадцатом веке теория получила существенное методологическое развитие и были созданы несколько вариантов аксиоматической теории множеств, обеспечивающей универсальные математические инструментарии. Ну, когда вот меняешь что-то, значит, оно не соответствует исходному стату. Далее. Теория множеств, вот там, в те века ее там награбали, сейчас докуда она нашла? Стала основой многих разделов математики, общей топологии, общей алгебры, функционального анализа и оказала существенное влияние на современное понимание предмета математики. Мы перечислили, да, топология – это безграмотная, полностью чуждая теория множеств на нее оказала существенное влияние. Вообще, в целом, теория множеств, ну, как-то, повторю вот эти вещи, что она должна была сопоставлять бесконечно большие, бесконечно малые величины, у нас этой задачей на протяжении вот этих всех веков, в своей деятельности она не справилась, она не смогла адекватно сопоставлять величины. Есть более четкие методики, более простые, более внятые, которые легко это делать, теория множеств это не смогла сделать. Ошибки, заложенные на старте. На старте исходной аксиоматики, понимание. Вот давайте. Кстати, вот тут же самый Георг Кантер приложил руку к созданию вещественных чисел. Ну, что такое вещественные числа? Ну, вот мы знаем, да, что есть четкое определение, что такое число. Число – это выражение количества. Вот как вы изначально на старте написали, что число – это выражение количества. Надо понимать, что если люди могут сосредоточиться, то число уже не может быть каким-то вещественным. Вещество – это материя, да. Оно не может быть пространственным, потому что число, выражение количества, не имеет никакой пространственной выраженности. Это невозможно. Вот число мы можем записать с помощью какой-то цифры, да, и вот эта запись, она абстрактна. Мы не можем из числа получить длину, да, не можем из числа получить вещество, не можем как-то обозначить вещественным образом число. Просто количество – это то, что отвечает на вопрос «Сколько?». Это абстрактное понятие. Вот сколько яблок? Три. И вот это вот выражение количества, оно не связано с яблочностью, с материальностью, с вещественностью. Само по себе, делить числа на какие-то вещественные и невещественные – это, ну, слабоумие моразм такое. Вот эти вот числа у нас вещественные, вот эти вот числа невещественные. Ну, это вот прям густая форма вреда. Смысл в чем? Люди на старте не могли сосредоточиться в Георг Кэмпе. Можно сказать, что линейная величина существ, да, протяженность пространства выражается в линейных единицах, там, каких-то отрезках, метрах, футах, да. И эти футы мы уже можем количественно обозначить какими-нибудь большими цифрами, да, получать большие расстояния в футах или метрах, да. Можем перейти, ввести какую-то динамику и перейти в бесконечности. Допустим, луч с такой-то динамикой за бесконечное время будет выкладываться вот такими-то отрезками, да. Можно было пойти таким путем. Но поскольку человек безграмотный был у нас Георг Кэмпе, он придумал пункт 1 – вещественные числа, в которых заложено как бы расстояние. Вот смотрите, вещественные – это про вещество, про материю. А расстояние – это про пространство. Он заложил в число расстояния окрестность. Он назвал это вещественным. То есть даже на этом уровне человек не мог сосредоточиться. Это вот прям в вакуум такой. На скрипочке так рефлекторно он награет, а вот выслить не может. Это вот такой вот Георг Кэмпе, да, питерский мальчик, который захотел стать руководителем германского вуза. Ему, кстати, это удалось. По той простой причине, что семья была у мальчика непростая. Мы, если сейчас попадется информация, мы рассказываем, что это за семья. Так, в первой половине XX века теоретикам множественный подход был привнесен во многие традиционные разделы математики, в связи с чем стал широко использоваться в преподавании математики, в том числе школам. Вот этот вот Георг, который там тусовался в Германии, да, вот то, что он набредил, все это запихали к нам в систему образования. Как, вот представьте, вот один человек набредит что-то, это не запихнут в систему образования. А другой теоретик набредит, это запихнут. И не потому что это хорошее, а потому что, ну, это, это, это клановость определенная. Это принципы, принципы взаимодействия. Ну, допустим, национальный принцип взаимодействия. Когда ни на какие труды человека другой национальности вы не можете ссылаться. Вы можете ссылаться только на труды человека своей национальности. В результате, получается, сообщество, которое пиарит труды только своей национальности, даже если там полоумная тупорылая какая-то хренотень, он совсем без мозга, они будут с этой хренотенью носиться. И во все вузы, в которые они проникли, щупальцы свои запустили, они будут там вот эту хренотень проповедовать. И таким образом, эта вот слабоумная копошня будет распространяться по миру. Вот пример с теорией мужества и результатами Георгка Кантера, вот он такой и есть. Это просто насаженная насильно бредятина. Однако, используя теорию множеств для логического безупречного построения математических теорий осложняется тем, что она сама нуждается в обосновании своих методов рассуждения. Более того, все логические трудности, связанные с обоснованием математического учения о бесконечности, при переходе на точку зрения общей теории множеств, приобретают лишь большую остроту. Это я просто прочитал статус Википедии. Как ее перевести на русский язык? Что эта фраза означает? Она означает, что фигня эта теория множеств. Что она не решает задачу. Ну вот они просто это сказали такими словами расточными. Однако, использование для логически безупречного построения математических теорий осложняется тем, вот хрена те не способны решать задачи. Ну вот мы набредили такой кусок математики, естественно. Далее. Начиная со второй половины 20 века представление о значении теории и ее влияние на развитие математики заметно снизилось. За счет осознания возможностей получения достаточно общих результатов во многих областях математики и без явного использования ее аппарата. То есть, сказано в той же Википедии, что нахрен она не нужна, без нее нормально обходятся. Зачем вы ее пихаете в учебники? Тем не менее, нотация теории 0 стала общепринятой во всех разделах математики. Вне зависимости от использования теоретика множественного подхода. То есть, насадили все-таки. Ешьте, гады, ешьте. Это наша теория множества. Мы ничего другое публиковать не можем и на что ссылаться не можем. Кое-что-то силовое протаскивание отдельно взятой теории в наше информационное поле. Георг Кант. Основным создателем теории множеств является немецкий математик Георг Кантер. Далее. Со временем Кантерсовская теория множеств была поставлена на аксиматическую основу. Стала краеугольным камнем современного построения математики. На нее опирается и так далее. Но это повторяют они в разных статьях. Теория множеств про Кантера. Так, биографическая. Родился Кантер в 1845 году в западной колонии торговцев в Санкт-Петербурге и ростом до 11-летнего возраста. Отец, Вальдемар Кантер, просадил и засевший в Амстердаме португальских евреев, был датским поданным лютеранского вероисповедания в Маклино-Петербургской фондовой бирже. В российских документах Георг Вальдемар Кантер именовался Егором Яковлевичем Кантером. Так, в 60-м году в 1860-м Георг окончил с отличием реального училища в Дармштадте. Учителя отмечали его способности к математике. Далее. После непродолжительной работы в качестве преподавателя Берлинской школьной для девочек Кантер занял место в Гальском университете. В статье 1872 года Кантер дал вариант обоснования теории обещественных чисел. То есть, вот она. Начало документально засвидетельственной предятины. Это когда лженаука официально публикуется в статье. Далее. Кантер мечтал о должности в более престижном университете, например, в Берлинском, в то время ведущем университете Германии. Однако его теории встречает серьезную критику. Переход в другое место осуществить не удалось. Ну, как бы аналогия. Вот Лобачевский, да, дебил. Вот он публиковал свою статью, и он прям сразу же уже говорил, Лобачевский ты дебил, да. Его, ну, просто математики там усывали с этого Лобачевского свообриятина, да. Что он пропутал прямые и клевые, не мог сосредоточиться. Вот еще один дебил, это Кантер. Так, в 1877 году Картер получил поразительный результат, который сообщил в письме Деденкинду. Множество точек отрезков квадрата имеют одну и ту же мощность континуум, независимо от длины отрезка и ширины квадрата. Вот вам вот эту фразу. Поразительный результат, который он сообщил в письме Деденкинду. Вот давайте подумаем, что сказал вообще товарищ Кантер, своему товарищу Деденкинду. Насколько это вот умно и эпохально. Что такое множество вообще? Ну, для понимания, что такое множество. Множество. Это то, что млекопитающая где-то натыкала. Вот натыкала точек, это будет множество. Млекопитающая выбрала, как натыкивать эти точечки. Допустим, на отрезки, на стороне. Вот натыкала там через сантиметр, или через миллиметр, через микрон, или через одну мусиполионную какую-нибудь. Ну, это выбрали. Само млекопитающая выбрала натыканность, да? То есть оно само натыкало эту мощность множества само. Потом оно про это забывает и сообщает поразительный результат. Сообщает Деденкинду. Множество точек отрезка, на которые млекопитающая натыкала точки. И точек квадрата, на которые млекопитающая натыкала точки. Имеет одну и ту же мощность континуума. Независимо от длины отрезки и ширины квадрата. То есть само млекопитающая вот такую простую информацию в своей голове сопоставить не может. Ему кажется, что она занимается какой-то научной деятельностью, да? И даже не может запомнить тот факт, если удивляется результату. Оно натыкает, а потом замышляет, что же это произошло. Это вот реальный балбис-каппер. Вот пишет вот эту вот чепушню. И эту чепушню в результате клановых движений сейчас вынуждены бедные студенты во всех вузах России поглощать. Это стремный позор, стыдный. Позорище. Далее. Конфликты вокруг теории множеств 1878-1889 года. Конфликты вокруг теории множеств наталкнулась на резкую критику со стороны ряда известных математиков, современников. Анри Планкаре, позднее Германа Вейля, Лейдзина Брауэра. Они напомнили до Кантора все критики математики, это ряда Гауза, считали, ну и так далее. Короче, критика. Говорят этому Кантору, ты балбес, тупорый. Ты видишь со своей бредятиной. Но дальше происходит то что? Так, еще один контакт. Резкой критике со стороны части видных математиков противостояла всемирная известность и одобрение других. В 1904 году лондонское королевское общество присудило Кантору свою высшую математическую награду. Медаль Селестра. Тактику улавливаете, да? Это системная вещь. Что у нас сделали с Калмагоровым? Тоже такой же дебил конченый, да? Не мог сосредоточиться. Вел вот этот вот пусть, пусть, да? Формулировка определения пусть. Японцы построят самолеты пусть. Засыпали его премии. Так, это Германия. Британцы осыпают своего балбеса. Безграмотного вообще с точки зрения науки человека. Ну, повышают его статус на должности в Германии. Ну, Британия и Германия, это... Британия посредством Германии воюет. Это длительные соперники на Пес-Петербурге. Британия таким образом пускает щупальца с прута в Германию, да? Спосредством вот таких людей на должностях. Как правило, они все, ну, прослеживаются. Ну, мы не можем точно утверждать, да? Но как бы намекает на масонство и так далее. Я вот представлю, мальчик, родословные связи торговые, да? Прилетают британцы, чтобы ему вручить. То есть, это вот все как бы намекает на масонство. Утверждать не может. Масонство – это у нас британский инструмент. Ну, вот здесь вот, вполне себе, вручное сообщество, на местах, управляются британскими наместниками. То же самое получается. Они, вот эту вот группу, которая ведет, да? Они ее всячески везде вытаскивают на поверхность. Это вот теория множества. Вот такая вот полнейшая ерундистика. Ора. Далее, для чего она нужен? Они, с помощью нее горбатят гомеомощности. Далее. В отличие от множества вещественных чисел, которое соответствуют одномерному пространству, множество рациональных чисел, имеет меру ноль. Еще раз… В отличие от множества вещественных чисел – придумал хэрим Балдис Булгельсъл-Кантером, которое соответствует одномерному пространству. Кантор придумал множество вещественных чисел, и оно соответствует одномерному пространству. Это википедия, статья про рациональные числа. Множество рациональных чисел имеет меру 0. То есть, это вот лютая махровая безграмотность. Они подменяют понятие. Подменяют понятие число, выражение количества. Подменяют понятие линейная величина. Это протяженность пространственная. И подменяют понятие материя. Материя, вещество, это материальное понятие. Вот они берут кестью местью, детскую, слабоумную, эту порылую. Делают из трех понятий. Выражение количества, протяженности вещества. Слепляют в одну общую чушь и пихают во всех учебных заведениях. Это официальная политика образования в нашей стране. Прошлодековая слабоумие корпоративная, бретаноидно-скрипачевская. Которую они запихивают в каждое учебное заведение из-за своей клановости. Это издевательство над населением нашей страны. Ради чего? Ради уже умерших корпоративных интересов. Это были интересы начала 20-го века, 19-го века. Это были интересы, да? Из-за интересов дебилов каких-то из техников мы сейчас учим свое население. Наши детишек. Которые понять вот это вот невозможно. Если человек имеет логику, он не сможет понять вещественность. Количество. Выражение количества не может иметь вещественность. Тем более, когда это выдают за протяженность. Это лютый махровый бред. Это вот конченые дебилы. Так вот. С кем мы имеем дело, когда мы общаемся с математиком, получившим образование? Математик, получивший образование, это человек, который изучил вот это. Принял это как достоверное. Свято это запомнил и верует. Когда ему рассказываешь аккуратно об этом, он это не воспринимает. Он не может поверить, что его дурили в высшем учебном заведении. Ну как? Ну не может, да? Высшее учебное заведение, как вы повторите, да? Там же вот эти вот колонны, стены, скульптуры. Тут ему какие-то люди говорят, что слушай, там тебя маленько там заблудили, да? Он не может в это поверить. Некоторые из них начинают кидаться. И дальше, вы представляете? Человек, который выучил вот эту вот всю бредятину, да? И стал как бы в этом специалистом. Для него же это катастрофа. Это такие люди отказаться от этого всего. Это просто крах жизни. Вот представьте, тебя развели, как последнего осла. Ну все, ты вот свою жизнь проконопатил в дурацких направлениях, не понимая, что ты исполнял, да? На всем дознаниях ты писал какие-то научные труды, типа. Научная в кавычках, конечно, да? Занимался этим всю жизнь, да? Размножал это, учил детишек несчастных, неповинных, да? Вот это. Они на тебя смотрели, как от в руках, не понимали вот эту вот бату, как это все могло быть, да? Со сколько у она? Это вот такие вот сейчас. Ну, вы примеры видели, да? Что происходит? Плотное множество. Подножество пространства, точками которого можно сколько угодно хорошо приблизить любую точку объемлющего пространства. Вещественное число, действительное число, математический объект возникший из потребностей измерения геометрических и физических величин окружающего мира. Числовая прямая. Это вот 21 век, вот такие вот вести. В принципе, все вот это, в открытом доступе. Открываем Википедию, которая формирует... Кто наше Википедию? Формирует вот эти ребятки, которые... Которые... Которые получили это вот липкое гнойное образование, которое позаливали в свои мозги вот это вот. Они формируют теорию множество, но они и говорят то, что есть. Сколько, правда, они туда не включили, ну, потому что невозможно, да, обливать помоями этих-то, как бы, сильно. Но все равно, даже среди этих строк читается основой многих разделов математики, общей топологии, топологии, топологии. Ну, топологию уже невозможно от нормальной науки это развить, от нормальной аксиоматики. Для топологии нужен бред. Топология это клановый инструмент. Это вот когда вот жулики, безграмотные лопатухи от науки, как говорят, будут следующие разделы. Это паразиты. Паразиты на теле общества. Те, которые существуют за счет общества. Те, которые грызут деньги, такие бобрята, грызут деньги, средства, обыделяемые на науку, разбазаривают на свои бобровые струи. С вами был Ветер Катючек, канал Научный Трибунал. Мы пытаемся спасти нашу цивилизацию вот от этого слабоумия, полоумия, затянувшегося. Подключайтесь, давайте с этим что-то делать. Балбесов надо как-то успокаивать. Это вот буйство, невежество должно быть когда-то завершено, успокоено и брошено на задворки истории. С вами был Виктор Катючек.